МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Школа позади, впереди взрослая жизнь. Сегодня для тысяч регистанских школьников прозвенел последний звонок. Запрет на ношение Никаба. Могут ли его ввести на территории России и при каких условиях это возможно? Подробности в рубрике Дайджест. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прокуратура советского района Махачкалы начала проверку в отношении косметолога, которая предположительно заразила клиентку гепатитом В. По информации Управления Роспотребнадзора по Дагестану, горе-специалист провела своей пациентке круговую подтяжку лица и броулифтинг без медицинского обследования, а после не обеспечила ее круглосуточным наблюдением. По данным ведомства, подозреваемая оказывала медицинские услуги, не имея профильного образования, арендуя косметологический кабинет в частной клинике. В своей работе повторно использовала изделия однократного применения и нестерильные инструменты, а также просроченные лекарства. Косметологический кабинет закрыт, материалы расследования переданы в правоохранительные органы. И снова чрезвычайное происшествие к героическим спасениям. И опять на помощь пришли дагестанцы. Уроженцы республики стали очевидцами возгоревшегося дома в Санкт-Петербурге и первыми бросились спасать людей. Они своими силами до приезда спасателей МЧС начали тушить огонь и вызвалили из горящего плена одного из пострадавших. В результате пожара пожилая женщина и двое мужчин госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии. А около 40 человек были эвакуированы из многоквартирного дома. Начали думать ломать, вытаскивать. В итоге не смогли. Там еще ломом, не ломом. Ломом открыли дверь, весь огонь на нас пошел. И кто там, все соседи, ребята там были. Кто мог, что мог там водой. Второго этажа воду таскали. Пытались тушить. Там даже полотенцем мокрыми. Тем временем жильцам дома на Малыгина, где обрушилась стена, пообещали восстановить повреждения и компенсировать ущерб. Капитал Инвестстрой, по чьей вине пострадали два жилых помещения, остановило строительство возле частных домов. Об этом стало известно в ходе встречи специалистов управления архитектурой и градостроительства Махачкалы с представителями компании. Ответственная за инцидент сторона обязалась расселить пострадавших и необходимости и восстановить разрушенные конструкции. Тысячи выпускников Дагестана прощаются в эти дни со школой. Для них звучит последний звонок. Во всех образовательных учреждениях проходят по этому поводу торжественные мероприятия. Ученики 9-х и 11-х классов собрались на линейку, где принимают теплые напутственные слова от учителей и родителей. Свои пожелания успеха в дальнейшей жизни выразил и министр образования Дагестана. Никогда не переставайте учиться и самосовершенствоваться. У каждого из вас, я верю, в жизни все получится. Желаю пронести по жизни тот юношеский задор и энтузиазм, с которым вы приходили в школу. Никогда не опускать руки перед любыми трудностями и всегда идти только вперед. За вами будущее нашей великой Родины, написал Яхья Бучаев на своем телеграм-канале. Далее в эфире обзор новостей в рубрике Дайджест, а затем продолжим. Жительница Дагестана осуждена за поддельный диплом. Правда, сама подозреваемая была не в курсе этого. Как выяснилось, аттестат был куплен отцом без ведома девушки. В 2018 году она окончила школу, сдала ЕГЭ по базовым предметам и не планировала поступать в вуз. Отец тайно купил диплом колледжа и заставил ее поступить в ДГУ. На четвертом курсе у кафедры полиции возникли вопросы. Доказать свою непричастность к афере девушка смогла только после пересмотра дела в Москве. Онлайн-продажа в Дагестане выросла на 90%. Это рекордный рост для региона, что позволило республике оказаться среди лидеров по увеличению объема интернет-торговли. Также значительный скачок отмечен и в соседнем субъекте, в Чечне, почти на 110%. По данным экспертов, такой успех обусловлен активностью компании, развитием логистики и партнерских связей. Духовное управление мусульман России может поддержать запрет на НИКАП, но с одним важным условием. Если официальные органы выявят прямую связь его ношения с ростом экстремизма. Отметим, что инициатива была выдвинута главой Совета по правам человека Валерием Фадеевым. В целях избежать разделения общества и антироссийской пропаганды со стороны западных стран. Жительницу Ингушетии осудили за продажу младенца. Женщина передала своего ребенка 31-летней покупательнице за 400 тысяч рублей. Карабулакский районный судно означал наказание горе-матери в виде трех лет лишения свободы. Но в силу приговор вступит по достижению ребенком 14-летнего возраста. Антитеррористическую защищенность в мечети Дагестана обсудили на совещании в Мурсияте республики. На встречу съехались имамы, представители власти и работники религиозных объектов из разных районов. Сотрудники Министерства по национальной политике Дагестана проинформировали работников духовенства о процедуре подтверждения безопасности объектов. Наличие паспорта антитеррористической защищенностью мечети – это один из пунктов, в котором в Театре Республики строго соблюдают буквы закона. Вот сейчас я находился в организации ЦУР, Центр управления регионом. Там вместе с заместителем руководителя департамента президента Российской Федерации Алмазом Равильевичем нам показывали, какую работу они проводят. И вот выходя, руководитель нам сказал, что в религиозной организации Муфтият нам проводят большую работу, поддержку в направлении противодействия экстремизма, терроризма. Газета «Ас-Салам» организовала праздник для дагестанских врачей. На мероприятии присутствовали представители Муфтията Республики, благотворительного фонда «Инсан» и медики. Не забывайте, что вы, уважаемые медики, вы можете превратить ваш кабинет в место, вы можете превратить в мечеть, так, чтобы каждое ваше движение руки записывалось вам как вознаграждение. Каким образом, если вы в начале дня вознамеритесь ради Всевышнего Аллаха, чтобы получить его удовольство, «О, Аллах, отправь ко мне самого блуждающего, чтобы я успокоила его, обрадовала его, вылечила его». Вот это намерение превращает любую работу в поклонение. Для врачей руководство газеты «Ас-Салам» подготовило подарки. Их разыгрывали среди посетителей по номеркам. Я очень благодарен коллективу газеты «Ас-Салам» за приглашение медицинских работников, за то внимание, которое они нам оказали. Мы не первый год встречаемся с ними. Они приходят к нам, говорят о газете, говорят о том, что сколько в этом есть, наверное, пользы. Коллектив подписывается на газету. Я сам, наверное, один из первых, ну, наверное, с начала 2000-х годов, я в системе «Ас-Салама», можно сказать, да. Очень много для себя пользую, получаю. Махачкале дан старт новому сезону мини-футбольного чемпионата Шамильского района. Награды и денежные премии 10-го юбилейного турнира оспаривают 16 команд-участниц. Один из игровых дней посетили и мои коллеги. Слово Курбану Рагимову. Яркий по содержанию и жаркий по своему накалу – это игры чемпионата Шамильского района. Здесь всегда царит атмосфера конкурентной борьбы, но за пределами поля только дружба. Именно с такой целью сплотить и объединить молодежи из разных сел организаторы вот уже 10 лет проводят свои турниры. В этом году этот сезон у нас является юбилейным, что нас самих руководители и организаторы турнира дополнительно мотивируют, дабы провести его, скажем так, на высшем уровне, на максимальных своих возможностях. Цель, которую мы преследуем с первого сезона – это братство, объединение сел Шамильского района, молодежи нашего района. Я благодаря этому чемпионату на своем личном опыте могу сказать, что узнал многих людей. Всего участвует 16 команд. Игры в формате 6 на 6 проходят регулярно. Каждые две недели на одном из полей в центре столицы. Матчи обслуживают арбитры республиканской категории. Есть прямая трансляция. В плане накала страстей, в плане того, как проходят игры зажигательно, в такой борьбе, скажем так, никто даже здесь сказал второй, третий тур, никто друг друга не хотят уже уступать, да, впереди, казалось бы, еще целый сезон. Это радует, радует, что стало много футбола. В организационном плане я думаю, что чемпионат Шамильской лиги является основоположником, да, таким для формата 6 на 6. Почему? Потому что это уже десятый сезон чемпионата Шамильской лиги. Поэтому я думаю, что с каждым годом этот чемпионат становится все более ярким, все более красочным, да. В центральном матче Тура сошлись команды сел Кахиба и Урады. Действующие чемпионы лиги в бирюзовых футболках владели в этой игре инициативой, но футболисты в красной форме сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности и реализовали свои моменты. 2-0. Цель у Кахиба – каждый год чемпионство. В этом году, тем более, мы набрали хороший состав, сильные игроки. И шала наша цель чемпионства, а там как получится уже. Турнир, как всегда, на высоком уровне проводят наши организаторы. Что прошлый год, что этот год. При одной удовольствии играть на таком турнире с братьями. Шамильская атмосфера очень нравится всем, я думаю. И все знают, что в нашей лиге мало где есть такой атмосферы, такой организованности, команды, формы, судей, все. С удовольствием приходим, играем, болеем из-за своих братьев, которые с других всего. Так что атмосфера всегда довольная. Даже когда у нас не бывает чемпионата, скучаешь по этой всей атмосфере. Пока у Рада участвуют с первого сезона, я участвую, наверное, со второго уже сезона. Это еще когда в Семендере собирались. С того времени. Чемпионат с каждым годом все лучше и лучше. Это наглядно видно. Я уверен, что это один из лучших чемпионатов среди районов. Так что, я думаю, и в Дагестане тоже. Тройка призеров определится осенью. Победители регулярного чемпионата, помимо кубков и медалей, получат денежные награды. Курбан Рагимов, Шамиль Хириасулаев, телеканал ННТ, Махачкала. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите нас также в социальных сетях. Хороших всем новостей и приятных выходных. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин